Новогоднее путешествие по Чувашии предложили жителям и гостям республики в праздничные выходные. Пять дней, пять районов, пять уникальных программ. В путешествии побывали и мои коллеги. А это у нас синильная проволока. Она очень хорошо гнется. Еще с медной синильной проволокой обернем вот эту заготовочку из картона. Проволока и картон. Два простых материала, из которых получается необычное елочное украшение. 15 минут и все готово. Я уже придумала, куда я повешусь в елочную игрушку. На елку, которая находится у меня дома, в зале. Очень классно, что здесь устраивают такие мероприятия. Можно провести каникулы с пользой и научиться новому. Это не единственное развлечение, которое предлагает Мариинский посад своим гостям. Централизованные представления, ярмарка пирожных и экскурсия по купеческому особняку 19 века. Здесь расположен краеведческий музей. На новогодних каникулах в Мариинском посаде можно не просто весело отдохнуть, но и с пользой провести время. Как, например, здесь в купеческом доме научиться танцевать кадриль. Кадрильные фигуры запоминала и семья Желудкиных из Чебоксар. В Марпасад они приехали впервые. Это наша первая точка. Точка, да. И такая активная, с танцами. Неожиданная. Ну, то, что вот такая программа, да, это интересно. Но нужно какие-то такие мероприятия все равно проводить на праздниках, чтобы не сидеть дома. В новогодней карте туриста Мариинский посад – отправная точка путешествия. Следом за ним гостей ждали Чебоксарский, Маргаушские районы, города АллатР и Новочебоксарск. Татьяна Леонтьева, Сергей Адушкин. Республика. В новогодний круиз без виз пригласил всех город Новочебоксарск. В Ельниковской роще развернулись новогодние гуляния. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой в праздники участвовали и другие сказочные персонажи. Любители театра под открытым небом, танцев и веселья не испугали даже Морозы. Взять клюшку и играем. Просит дети прийти на праздник. И поздравить с Новым годом. С Новым годом. В народном гулянии с удовольствием приняли участие и чиновники. Желаю в Новом году вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях. С праздником! В новогодний круиз без виз, но с маршрутной картой в руках Евгений Аксендаров с двумя дочерьми отправился без сомнений. Семья живет в Ишлеях, а во время каникул любит путешествовать по красивым местам родного края. Мы участвуем в новогоднем путешествии. Уже посетили город Морпосад. Чебоксарский район, поселок Кугейс посетили. Сегодня посетили город Новый Чебоксарск. Завтра хотим посетить уже Маргауши. Город, потом следующий город Алатарь. Нам очень нравится. И мы рады участвовать в таком новогоднем путешествии. Я сам взрослым не был в этих городах. Я не видел музея, не заходил в памятники, историю, нашу культуру чувашскую. Ее заново познаю с детьми. Здесь понравился парк. В Морпосаде понравился музей. В Кугейсах понравился этот каток. Островок новогодних мастер-классов расположился в детской школе искусственного Чебоксарска. Одним из самых популярных занятий стал квиллинг. Снежинки в этом стиле научились делать десятки детей. Мне нравится результат, что здесь получается красиво. Профессионалы в школе искусств обучали желающих чувашским танцам, актерскому мастерству, игре на музыкальных инструментах. Завершился праздник рок-концертом. Любителям спорта был отдан отдельный остров. В спортивной школе номер один прошли семейные эстафеты. Баскетбол, футбол, самбо, легкая атлетика, тэквондо. Представлены были практически все виды спорта. Особенно понравилась танция самбо. Мы делали кувырки, мы боролись, мы побеждали, перетягивали канат. Очень здорово. Самое легкое для меня это было футбол, а самое тяжелое, наверное, легкая атлетика. Что там было? Там нужно было пробежать эстафету, ну и как бы было тяжело. Мне лично понравился футбол. Давно не занималась с мячиком, не играла, как бы вспомнила молодость, очень понравилось. Труднее всего. Памп. Падминтон, наверное. Почему? Уже давно тоже не играла, координации уже как-то не очень. Я делаю шпагатый, канаты, мостики, челепашки. Покажешь нам что-то? Да. Давай, что же шпагатый? Пока, садись. Те, кто побывали в новогоднем путешествии по Чувашии и дошли до резиденции Деда Мороза в Чубаксарах, станут обладателями пригласительного билета в один из музеев республики или кинозал театра юного зрителя. Для этого нужно было собрать шесть печатей из всех районов Чувашии. В которых проходили новогодние мероприятия. Маршрутный лист необходимо предоставить в информационный туристский центр республики до 10 января. Среди участников будет разыгран специальный приз. Сертификат на отдых в гостевом доме туристической базы «Медвежий угол». Всего в новогоднем путешествии по Чувашии приняли участие более 4 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика.